Дорогие друзья, я вас всех приветствую! Знаете, читая о жизни нашего Господа, нашего Спасителя, мы с вами узнаем о людях, у которых была вот такая вот возможность встретиться с Иисусом Христом вот лицом к лицу. И на страницах Евангелия есть эти истории, допустим, Иоанн Креститель, Нафанаил, Никодим, Пилат, то есть это были люди, у которых была такая возможность встретиться с Господом вот так вот лицом к лицу. И для каждого из этих людей вот эти вот встречи, они не были обычным событием. В результате вот этих вот встреч, будь то Пилат, Никодим, Нафанаил, вот эти вот люди не только узнавали немножко больше об Иисусе Христе, но, может быть, что было ценнее для них, они что-то узнавали о том, кто они сами. И для многих людей, наверное, для каждого из этих людей вот встреча с Господом, она полностью изменяла жизнь человека навсегда. Ну вот мое желание сегодня напомнить, может быть, познакомиться с одной из таких вот встреч, вспомнить одну из таких вот встреч. Вы знаете, в Писании есть классические вот такие вот отрывки, классические примеры, которые верующие знают во все времена, во всех народах, ну, допустим, притча о блудном сыне. И вот один из таких классических примеров, которые хотелось бы сегодня напомнить, это встреча Господа около колодца, встреча женщины из Самарии около колодца. Я думаю, вы уже вспоминаете, вот отрывок этот записан в Евангелии от Иоанна 4 глава, то есть знакомое для нас многих повествование. Ну, я думаю, вот пока вы вспоминаете хотя бы эту историю, забегая вперед, хотелось бы оставить символ, символ, который объединяет содержание всей этой встречи. То есть если говорить о том, как Господь встретился вот с этой женщиной около колодца в жаркое время дня, о чем Он говорил с ней, что произошло дальше, вы знаете, для себя можно оставить очень интересный символ. Это пустой сосуд. Или как вот евангелист Иоанн говорит, это водонос, с которым пришла женщина к колодцу для того, чтобы набрать в этот сосуд воды. Очень интересная деталь, вы знаете, вот эта встреча, особенно вот разговор Христа с этой женщиной, он как бы находится в рамках. То есть сначала написано, что женщина пришла почерпнуть воды. И потом, когда вот разговор с Господом был, Христос что-то спрашивал ее, о чем-то и говорил, написано, что она оставила этот сосуд и поспешила в город. То есть то, для чего она пришла, не понадобилось ей. Знаете, это очень интересно, вот об этом вот рассуждать. Вот пустой сосуд, для самой этой женщины пустой сосуд олицетворял то, что из себя представляла ее жизнь. Все ее поиски, старания, отношения, символом которых и стал пустой сосуд для воды. То есть в конце каждого дня ее жизни этот сосуд оставался пустым. И на следующий день она наполняла его снова и так продолжалась постоянно. Господь говорит этой женщине о том, что вот говоря об этой женщине, разговаривая с этой женщиной, мы с вами узнаем, что это может быть в какой-то мере история жизни каждого из нас. Нескончаемая жажда человека. Очень интересно, что Христос повстречался с этой женщиной на фоне ее повседневной жизни. Просто вот на фоне повседневной жизни этой женщины Христос встретился вот с этим человеком. Ну, давайте мы прочитаем хотя бы какую-то часть этой истории. Евангелие Тиана, 4 глава. Давайте мы прочитаем 4 главу Евангелия Тиана, 1, 14 стихов. Когда же узнал Иисуса, дошедшим до фарисеев, слухи, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудея и пошел опять в Галилею. Надлежалось же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодзя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. А женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Ну, вы знаете, что вот любая из книг Нового Завета, она изначально была написана без деления на главы и стихи. И вот авторы вот любой книг из Нового Завета, вот они когда писали, они имели определенный замысел. И поэтому вот в том, что мы читаем, в том, как мы читаем Евангелие или Послание, сохраняется связь. То есть не всегда мы просто можем начать изучать отдельную главу или отрывок. То есть вот в нашем случае, почему, напоминаю об этом, вот первые три стиха связывают нас с вами, читатели, с тем, что происходило выше. То есть для того, чтобы хранилась мысль, это необходимо знать. Вот третья глава, если вы помните, это встреча с Никодимом. И вот так вот интересно пишет Иоанн, что встреча с Никодимом, она происходила где-то в пределах Иерусалима. Это Иудея. А вот женщина, с которой встретился Господь уже, вот о том, что мы с вами прочитали, это Самария. То есть это другая часть страны, другая область страны. Вот как Господь из Иудеи попал в Самарию, апостол Иоанн нам об этом говорит. Он говорит о том, что до фарисеев дошел слух о том, что Христос более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн. Но опять вот, читая Евангелие от Иоанна, мы с вами можем заметить, что апостол, автор этого Евангелия, говорит о фарисеях, что это были люди, которые интересовались сначала служением Иоанна Крестителя. И потом они начали интересоваться и служением Иисуса Христа. Вот по какой причине? По той причине, что он уже привлекал к себе больше последователей, нежели Иоанн Креститель. А вы знаете, вот часто, может быть, мы не замечая, вот читаем и пропускаем маленькие детали, но они вот для жизни церкви не очень важны. А вот такая вот маленькая деталь о том, что Христос, ученики Христа крестили. Ну, во-первых, это показывает связь между тем, что делал Иоанн, и между тем, что впоследствии делал Христос и его ученики. А вы знаете, вот для нас с вами это очень интересная и важная деталь, которая подтверждает истинность того, что сегодня делает церковь. Вот, допустим, сегодня церковь преподает крещение, не так ли? И для нас это всегда очень радостное событие, когда наши дети, они принимают крещение. Очень интересно, Иоанн отмечает эту деталь, что Христос не крестил, а ученики его. Вы знаете, значит, это правильно то, что мы с вами делаем. То есть автор крещения, это Иисус Христос, но делает он это через своих учеников, через служителей. То есть для нас с вами это подтверждение, радостное подтверждение того, что мы сегодня это совершаем от его имени и в его имя, именно по его поручению. Это для нас с вами большое подтверждение. Затем, когда мы читаем Евангелие, не всегда для нас с вами понятными остаются географические места, не так ли? Ну вот, допустим, читая этот отрывок, мы с вами встречаемся сразу с тремя географическими местами. То есть, во-первых, это Иудея, а затем это Галилея и Самария. Это тоже не просто географические названия, это целая история. Это целая история народа, которую тоже, наверное, нужно знать верующим, потому что, зная эту историю, как-то вот поискование, даже содержание этой главы для нас откроется немножко в другом свете. Ну, я немножко расскажу об Иудее и Самарии. Иудее, Галилее, Самарии. Очень коротко. Это Галилея и Иудея. Иудея и Галилея – это области. Это области большой страны. В то время это была римская провинция, Палестина, куда ходили три области. Это Галилея, Самария и Иудея. Вот какая разница между Галилеей, Иудеей и Самарией? То есть, Галилея и Иудея – это области, где жили евреи. То есть, евреи жили в Иудее, это Иерусалим и окрестности этого города. Это были очень религиозные, благочестивые иудеи, потому что в Иерусалиме был храм. А Галилея – это тоже иудеи. Многие ученики Господа были из Галилеи. То есть, это были евреи, но евреи, которые жили в окружении языческих народов. То есть, Галилея и Иудеи – это евреи жили там, в Галилее жили вокруг языческих народов. Чем особенно Самария? А Самария и самаряне – это уже народ. Это уже народ, который образовался, впоследствии этнического смешения евреев с другими народами. То есть, был в истории израильского народа вот такой период, момент, когда потихоньку люди начали уходить в плен. Это было от руки Господа. Ассирийцы не занимали это место. Писание говорит нам, Писание говорит о том, что евреи, они смешались с теми, кого переселил царь ассирийский вот в эту местность. Это была Самария. Священное Писание говорит нам о том, что даже то, что кровь немножко была еврейская, у самарян, между самарянами и иудеями была постоянная вражда. Вот Библия говорит, не только Библия, а история говорит о том, что в действительности была настоящая вражда между этими двумя народами. Вот иудеи не любили самаряна за чего? Из-за того, что это был смешанный народ, этнически смешанный народ, и вдовавок ко всему они еще изначально поклонялись разным богам. Вы знаете, вот был даже такой случай, вот Павел сегодня читал из книги, напоминал из книги Изеки, когда народ израильский вернулся из плена, и они начали восстанавливать храм, Иерусалимский храм. Вот самаряне, евреи, которые жили в Самаре, они пришли и попросили, и говорят, давайте мы будем вам помогать. Им отказали. И вот иудеи им отказали. То есть вот именно с того времени пошла вражда. Дело в том, что самаряне впоследствии не перестали поклоняться идолам, и они тоже начали служить одному единому Богу, но они служили очень своеобразно. Для них священным писанием считались только первые пять книг Библии, пятикнижья Моисея. То есть они были отрезаны от всех благословений, которые несли книги Псалмов, книги пророков. Больше того, самаряне построили храм, в котором они поклонялись Богу, в храм на горе Горезим. Вот если говорить о вражде иудеев и самарян, было время, когда иудеи сожгли этот храм. То есть можно себе представить, какое отношение было между иудеями и самарянами. И поэтому совсем не случайным вот этот вот четвертый стих, посмотрите, пожалуйста, что Христу надлежало проходить через Самарь. То есть, ну если вы для себя можете представить Палестину, вот у вас есть карта в конце Библии, то есть север страны – это Галилея, центр страны – это Самаре, а юг – это иудея. Иисус находится на юге страны, и теперь ему нужно пройти на север, в Галилею. То есть путь, он лежит через Самарию. Ну вот благочестивые иудеи, если можно их так назвать, религиозные иудеи того времени, они никогда не проходили через Самарию. Они обходили Самарию, потому что это был народ, который они ненавидели. О Господе написано, что ему надлежало проходить через Самарию. У ангелисты Иоанна – это особенность использования слова «должен». То есть Христос должен был пройти через Самарию. Напомню некоторые тексты. А помните, в разговоре с Моисеем Христос говорит, что Сыну Человеческому должно быть вознесено. То есть Сын Человеческий должен быть вознесен. Господь говорит о том, что у Него есть другие овцы, которых Он должен привезти. И еще есть текст Писания именно в Евангелии Иоанна, где написано, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. Знаете, по отношению к нам в Евангелии Иоанна тоже есть стих, который содержит это слово «должен». «Должно вам родиться свыше». То есть евангелист Иоанн, вот это вот слово, для него оно особенное. Слово «должен». Христос должен был пройти через Самарию. Это, знаете, называется божественная необходимость. Божественная необходимость в том, чтобы Христос был вознесен. Божественная необходимость в том, что вот есть другие овцы, которых Он должен привезти. Божественная необходимость в том, чтобы Христос воскрес из мертвых. И, может быть, если смотреть немножко уже, была божественная необходимость в том, чтобы Христос прошел через Самарию, остановился около колодца и встретился вот с этой вот женщиной. Итак, Христос должен был пройти через Самарию. Вы знаете, братья и сестры, это очень интересно. Вот хотелось бы оставить это самой первой мыслью нашего отрывка. Христос должен был пройти через Самарию. Почему? Почему? Очень часто мы с вами говорим о том, что, наблюдая за людьми, говорим о том, что вот этот человек, который ищет Бога. Или иногда, может быть, вспоминая свою жизнь, мы начинаем говорить, что вот мы когда-то искали Бога. Это очень интересно. Вы знаете, вот Священное Писание, когда говорит о человеке, о Боге, оно почему-то всегда пишется наоборот. То есть мы с вами думаем, мы говорим, что человек ищет Бога. А Библия говорит, что Бог ищет человека. Вы никогда не думали об этом? Вот дальше будет Господь говорить с этой женщиной. В 23 стихе Он скажет, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. То есть вот в этой окраске проходит жизнь Господа. Бог ищет себе поклонников. И поэтому Он должен был пройти через Самарию и встретиться с этой женщиной. Вы знаете, с самыми разными иллюстрациями Священное Писание передает нам эту истину. Помните, пастырь ищет потерявшуюся овцу. Женщина ищет потерявшуюся монету. Отец выходит, ищет, зовет старшего сына, который осердился и не захотел войти в дом. Бог ищет человека. И история вот этой вот женщины из Самарии – это очень большой пример этому. Бог устроил встречу Иисуса Христа с этой женщиной именно у колодца. Вы знаете, вот в христианстве появилось слово, которое определяет вот это вот качество Бога. Слово «провидение». По-английски это слово «providence». То есть слово «провидение» – это работа Бога в жизни человека. Что такое «провидение»? Но «провидение» – это наблюдение Бога за всем происходящим и управление Богом всеми событиями жизни человека. Вот по отношению к этой женщине можно это хорошо заметить, не так ли? То есть Бог управил событиями жизни этой женщины так, что она встретилась с человеком. И в этом человеке была именно та жизнь, которую она искала и не могла найти. Вот это вот «провидение» Бога. Бог позаботился о том, чтобы события жизни этой женщины устроились так, чтобы в самый определенный момент, в самый нужный момент ее жизни она встретилась с Господом. Поэтому мы с вами узнаем, что рука Бога, она начала действовать в жизни этой женщины еще до того, как она встретилась с Иисусом. Потому что Христу нужно было пройти через Самарию. Итак, колодец. Написано, что это город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Якову сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Я думаю, братья и сестры, для нас, может быть, ничего нет особенного в том, что такое колодец, не так ли? Мы живем в такой местности, где вот особенно за последние несколько недель у нас был большой избыток воды. То есть воды очень-очень много, и люди как-то страдали даже, многие дома были затоплены, подвалы были затоплены. Но вот есть такие места, очень сухие места, где колодец – это по-настоящему драгоценность. Вот одно из таких мест, вот именно там, где был Господь. Вы можете себе представить, что две тысячи лет после того, как Яков дал этот колодец Иосифу, в нем еще текла вода. То есть это было особое место для людей, которые жили там, сухой климат, вот колодец – это особое, может быть, даже священное место для этих людей. Почему? Потому что на протяжении такого долгого времени люди оттуда брали и черпали воду, которая утоляла жажду. Еще вот маленькие детали текста. Посмотрите, о Господе написано, что Он, утрудившись, сел у колодезя. Опять это очень интересно читать об Иисусе Христе, чтобы познавать, какой Он был на самом деле, каким Его передают нам священные писания. Дело в том, что в Библии есть определенный образ Господа, который оставлен для нас. Вот нам нужно этот образ изучать, чтобы узнать больше о нашем Господе. Обратите внимание на слово «утрудившись», то есть устать. Утомиться, ну потому что они много шли. Шли из Иудеи в Галилею, они прошли несколько часов. И вот о Христе написано, что Он устал. Не нужно думать, что это какие-то слабости Иисуса, а скорее всего этот текст открывает для нас Его как человека. То есть Он был такой же, как мы с вами. Это простая человеческая ограниченность. Простая человеческая ограниченность, которой не был лишен наш Господь Иисус Христос. И мы с вами устаем. И Господь наш с вами уставал. Одна из самых великих тайн Священного Писания – это две природы во Христе. Как такое возможно быть Богом и человеком в одно время? Но вот Библия нам именно об этом говорит. Две природы во Иисусе Христе, которые существовали вместе. Вы знаете, вот многие христиане, я уже говорил, что это классический пример, очень часто смотрят на этот пример, рассуждают о нем, что-то пишут, что-то говорят, о чем-то рассказывают. Вот в истории христианства был человек в IV веке, он жил, его звали Иоанн Златоуст. Но почему Златоуст? Потому что очень много писал о Боге, писал красиво, писал, наверное, хорошо. Вы знаете, вот когда он рассуждал об этом тексте, вот о том, что Христос сел около колодца, он сделал такое вот интересное, очень меткое замечание. Он говорит, посмотрите на Христа, это царь вселенной, а где он сидит? Сидит ли он на троне? Сидит ли он на мягкой подушке? Где он сидит? Он говорит, Христос сидел на земле, около колодца, потому что он был человек и пришел для людей. Следующие, братья и сестры, очень интересно, вот евангелисту Иоанну нужно было отметить время, вот когда случилась встреча с этой женщиной, и написано, что это было около шестого часа. Сегодня отчет времени начинается с полуночи, вот у нас и во всем мире. Но в то время, когда жил Господь в Риме, в Палестине, сутки делились на две части. То есть две части по 12 часов был день 12 часов и ночь 12 часов. И отсчет дня начинался с 6 часов утра, вот по-нашему. То есть было около шестого часа, если перевести это в наше время, по-нашему времени рассчитывать, это 12 часов дня. То есть женщина пришла к колодцу в 12 часов дня. Мы с вами отметили, что это жаркий климат, то есть она приходит в самое жаркое время года. Еще одна деталь, на которую можно обратить внимание, сколько человек приходит к колодцу. Приходит только одна женщина. Но опять, читая Священное Писание, мы все-таки с вами знаем, что обычно к колодцу приходят либо утром, либо вечером. И приходят обычно женщины целыми группами. То есть вот Господь или Господь через евангелисты Иоанна передает нам что-то вот об этой женщине, вот то, что нам нужно знать. Скорее всего, это была женщина, которая была не то что изгнана от общества, но она не чувствовала себя как той, которая бы принадлежала к людям, с которыми она жила. И причиной этому был мужчина. Причиной вот тому, что она приходит к колодцу в самое жаркое время дня, приходит в одиночестве, чтобы, может быть, никто не заметил, никто не видел, чтобы ни с кем не встретиться. Это был мужчина, с которым она вот в этот момент жила. Тоже мы с вами будем об этом говорить позже. Еще один вопрос, куда подевались ученики Господа, почему Христос был один. Написано, что ученики отлучились в город купить пищу. То есть Господь, они пошли для того, чтобы купить пищу. Ну а теперь вот некоторые мысли из того, что происходит. Обратите внимание, как начинается разговор Господа с этой женщиной. Начинается с простой просьбы. Иисус говорит ей, дай мне пить. И женщина начинает думать очень сильно. То есть для нее это необычный вопрос. Она задумывается о том, что это необычно, чтобы вот такого вот человек попросил у нее пить. Она заметила, что это иудей, что это религиозный человек, который пришел из иудей. А из истории своего народа, может быть, она с этим встречалась не один раз. Она знала, что иудеи с самарянами не сообщаются. Ну вот в каком смысле не сообщаются? Не сообщаются в том смысле, что нельзя было кушать из одного и того же сосуда и пить из одного и того же сосуда. И вот Господь именно вот так вот ставит свою просьбу. Дай мне пить. Она отвечает, господин, у тебя ничего нет. А дальше она говорит, у тебя ничего нет. То есть он попросил, чтобы она дала ему пить из того, что было у нее. Я попью из твоего сосуда. То есть это было самое начало того вот разговора, который впоследствии привел эту женщину к познанию истины. Христос говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Вы никогда не замечали, что не всегда нам с вами понятны слова Господа? Так ли? Вот что-то мы с вами читаем и непонятно. Это нормально, братья и сестры. Потому что Христос не всегда понятно разговаривает с людьми. А вот с этой женщиной он разговаривает вот так, что вот если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, ты просила бы, и он дал бы тебе воду живую. Непонятно. Никодиму Господь говорит, тебе нужно родиться свыше. Непонятно. То есть не всегда нам понятно то, о чем говорит Господь. Ну, может быть, одна из причин для того, чтобы мы начали с вами думать. Может быть, одна из причин, почему Господь вот начал говорить с этой женщиной именно так, именно об этом, чтобы она задумалась. Посмотрите, Господь говорит первое, дар Божий. Дар Божий. А дар, знаете, в каком смысле? В том смысле то, что дается совершенно безвозмездно и что дается в избытке. То есть Господь говорит, у Бога есть дар, о котором ты не знаешь. И дар в каком смысле? То, что Бог дает безвозмездно и дает в избытке. То есть Господь Иисус имеет в виду дар новой жизни. Дар совсем другой жизни, о котором ты еще не знаешь. И Христос напоминает о женщине, говорит, что если бы ты знала о личности Христа, то был бы разворот в том, кто у кого бы просил воды. Если бы ты знала, кто такой Христос, то ты у него просила бы воду. Следующее непонятно, о чем говорит Христос этой женщине. Он говорит, что вода живая, я бы дал тебе воду живую. И не знаю, о чем мы с вами думаем, когда слышим вот это выражение «вода живая». Но люди того времени очень хорошо понимали это выражение. То есть живой водой во время Иисуса называли воду, которая течет. Вода, которая течет, называли живой водой. Ну, река – это поток воды, ручей – это поток воды. А были цистерны, в которых хранили воду, поскольку это жаркий климат, это уже не живая вода. Вы знаете, вот именно живая вода, она очень часто использовалась в религиозных целях. Ну, допустим, омовение человека. Вы знаете, вот археологи сегодня, они вот раскопали вот такие вот места, где были бассейны, где, ну, заметно, что происходило религиозное омовение людей. Вы знаете, вот так вот говорят, строили евреи, что там была проточная вода. То есть это не просто был бассейн, в который набирали воду, и потом люди туда заходили для религиозного очищения. Это бассейны были построены так, чтобы там вода текла, вода протекала. То есть это живая вода. Скорее всего, смысл в том, что, ну, вот движение воды очищает человека. Вот Господь говорит, дал бы тебе воду живую, но этому выражению Христос дает более глубокий смысл. Немножко дальше Он расскажет, объяснит Господь, что живая вода – это Дух Святой, которого получат верующие люди. Живая вода – это новая жизнь, возможная благодаря деятельности Святого Духа. Но живая вода – это новая жизнь, которая возможна благодаря деятельности Святого Духа. То есть была другая вода, которую хранили в хранилищах для воды. И так Господь использует это выражение для того, чтобы женщина могла задуматься. Так и происходит. Итак, вот первая мысль, братья и сестры, которую хотелось бы оставить, это вот божественная необходимость в том, чтобы Христос встретился с этой женщиной. Это провидение Бога, то есть Бог ищет человека. И Бог искал эту женщину, Он устроил встречу этой женщины с Иисусом Христом. Следующая мысль, братья и сестры, очень интересно, можно посмотреть на то, как изменяется состояние этой женщины. Недоверчивость. То есть сначала у этой женщины недоверчивость. Вообще можно предположить, что она, ну, простите, не очень уже доверяла мужчинам. А не так ли? Она не очень уже доверяла мужчинам. И опять, если мы хотим для себя представить Господа, вот просто по-человечески Его облик, скорее всего, в Нем не было ничего особенного. То есть вот в Его облике, человеческом облике, скорее всего, ничего не было особенного. То есть женщина изначально в Нем ничего особенного не заметила. Она говорит, ты иудей. Ты просто иудей. То есть недоверчивость, а посмотрите, с другой стороны, это настойчивость Господа. С одной стороны, ее недоверчивость, она постоянно ставит заборы. То есть Христос что-то говорит, она закрывается. Христос что-то говорит, она закрывается. С другой стороны, это настойчивость Господа. Господь говорит, вот он дал бы тебе воду живую, она говорит, господин, это сразу забор. Называет его господином, закрывая себя от этого человека. Посмотрите, как эта недоверчивость, вот таким вот терпением и настойчивостью Господа, она изменяется в глубокую веру. Давайте проследим, как произошло изменение этой женщины. 9 стих, то есть сначала Иисус для этой женщины просто иудей. Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Затем она сравнивает его с Иаковом. А неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, это 12 стих. В 19 стихе женщина называет его пророком. «Господи, вижу, что ты пророк», и в конце концов она признает его мессии. Это 29 стих. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Знаете, на примере этой женщины мы можем как-то предположить, сказать, подумать о том, как происходит обращение человека к Богу. Недоверчивость есть, сомнения есть. Но посмотрите, как недоверчивость и сомнения преодолеваются настойчивостью Господа, его глубоким терпением по отношению к грешникам. Он терпит, любит и желает обращения каждого человека. Я как-то вот слышал такую вот иллюстрацию, с которой хотел бы поделиться с вами, вот того, как произошло обращение вот этой вот женщины к Богу. Вы знаете, вот этот человек, проповедник, он читал, тоже размышлял, и говорит, вы знаете, вот есть такое вот слово «просвещение», да, вот как вот Бог просвещает человека. И говорит, вот просвещение этой женщины произошло очень интересным образом. Но это не то, чтобы вы зашли в темную комнату, включили свет, и вот внезапно вот загорелся свет. Он говорит, что очень интересный образ – это образ рассвета. То есть сначала ночь, сначала темно, и потихонечку, потихонечку приходит рассвет. Вот таким вот было обращение этой женщины к Богу. Я даже как-то подумал, вы знаете, вот наши с вами пенсильванские ночи, вот особенно сейчас, они очень приятные, не так ли? Сколько насекомых, которые появляются именно ночью, сколько животных, которые выходят ночью, жабы, лягушки, сверчки, светлячки, ночные животные, то есть это все ночь. Вот это наша пенсильванская душная ночь. Но потом потихоньку приходит рассвет. Сначала его не видно, но, может быть, минута за минутой, там полчаса за следующие полчаса, час за часом, и потом приходит свет. То есть вот таким вот было обращение этой женщины к Богу. Это вторая наша с вами мысль. Первое – это Господь ищет человека. Второе – это настойчивость Господа, которая преодолевает недоверчивость этой женщины. И последнее перед нашей молитвой, на что хотел бы обратить внимание, это на самого Господа. Знаете, братья и сестры, ну сегодня вот очень много внимания уделяется тому, вот как благовествовать, вот учиться благовестию. Я думаю, многое из того, что сегодня говорится о благовестии, оно очень ценно и очень и очень важно. Но вот все-таки нам очень интересно учиться у Христа, не так ли? И вот сейчас, я думаю, когда говорят о благовестии, говорят, что очень важна методика. Вот определенная методика, то есть есть разные изучения, а может быть глубокие, менее глубокие, когда люди пытаются понять, вот как можно найти подход к сердцу человека, который не знает о Боге. Ну допустим, смотреть на эту историю, даже можно ошибочно сделать несколько выводов. То есть можно, ну как бы сказать, вот когда ты благовествуешь человеку, начни с простого. Попроси у него воды или просто попроси человека сделать что-то для тебя. Знаете, когда мы смотрим нашего Господа, у него не было методики. Знаете, у него не было вот какого-то, знаете, хитрого подхода к человеку, чтобы задать сначала один вопрос, вызвать реакцию человека, потом подвести к другому вопросу и вот как-то засвидетельствовать. Господа так не было. Я думаю, это то, в чем нам с вами нужно учиться у Иисуса Христа. Почему Он попросил у этой женщины воды? Потому что у нее была жажда. Христос попросил пить у этой женщины, потому что у нее была жажда. То есть в Его разговоре с женщиной все было естественно. Ему не нужно было придумать методику, потому что все в его жизни было естественно. Я думаю, по отношению к нам, братья и сестры, это большая разница между тем, о чем говорит вот в этом 14 стихе, что это источник, который течет в жизнь вечную. Знаете, есть религиозные люди, от которых убегают. Религиозные люди, от которых бегут, от которых скрываются, потому что религия – это застывшая вода в колодце. Господь говорит о другой жизни, что есть искренность в жизни верующего человека. Этого нам нужно с вами искать, чтобы была искренность, текущая, живая вода, живая вода веры, знания Господа. И тогда нам не нужно будет придумывать вопросы, чтобы как-то найти подход к человеку. То есть все будет естественно. Опять вот последний пример перед нашей молитвой. Ну вот у меня есть любимые проповедники. Вы знаете, вот слушая одного человека, он часто рассказывает о том, как он обратился к Богу. Говорит, он обратился к Богу после того, как к Богу пришел его старший брат. Это было еще после Второй мировой войны. Он говорит, мы слышали, ждали нашего брата, который должен был вернуться с войны. И мы узнали, что он стал верующим человеком. Знаете, он говорит, мы ждали его так вот с опаской. Особенно отец мой, говорит, ну ждал его. И все думали, ну что же теперь будет, да, что этот человек, он теперь всех замучает своей религии. Но когда, говорит, наш старший брат вернулся домой, говорит, нам было очень приятно смотреть на него. Они замечали, говорит, особенно отец мой заметил, что это не была религиозность. Он говорит, это была жизнь. Это была настоящая жизнь человека, который обратился к Богу. Ну и впоследствии весь дом, они обратились к Иисусу Христу. Братья и сестры, я думаю, нам вот именно этому нужно учиться от Господа. Учиться искренности. Искать вот этой вот искренности живой веры. Верой, которая похожа на живую проточную воду. Да благословит нас с вами в этом Бог. Аминь. Я предлагаю помолиться. Спасибо.